Юлия Георгиевна, известно, что у гепатита много разновидностей. Какой из них самый опасный и почему именно он? Значит, ну в настоящее время наиболее известны пять видов гепатитов во врачебной среде. А на слуху у людей, конечно, гепатиты Бейтси. Гепатита, это по сути, можно его отнести к кишечным инфекциям. Его еще называют болезнью грязных рук, да? Ну, в том числе, часто он перейдется через воду, через пищу. То есть он дает вспышки, как правило, заболевает не один человек, а несколько. Он самый такой, там протекает с желтухой, со слабостью, но всегда заканчивается выздоровлением. Как правило, это в молодом возрасте большинство людей переносят. Многие бессимптомно. Гепатиты Б и С, они немножечко из другой группы. Это болезни, которые передаются через кровь, кровно-контактным путем. То есть это должно быть повреждение кожных покровов, и должен инфицированный материал попасть внутрь организма. То есть тут пути передачи вот такие, скажем, через наколки, через шприцевой путь, через переливание крови. Раньше бывали такие случаи. И половой путь остается тоже, потому что там контакт со слизистыми, и слизистые могут нарушаться, и, соответственно, может попадать вирус. Вот, и если по гепатиту Б мы как бы сейчас имеем мощные средства профилактики в виде вакцины от гепатита Б, и каждому ребеночку при рождении с 2000 года делается такая прививочка, а всем взрослым до 55 лет рекомендуется, кто еще не делал, сделать прививку от гепатита Б. И мы сейчас видим гепатиты, ну, к сожалению, мы все равно видим новые случаи, и острые редко, но бывают, и уже в стадии хронического выявляем, но все-таки их сейчас намного меньше. Второй гепатит кровноконтактный – это гепатит С. От него прививки нет, он передается такими же путями, и, конечно, мы довольно часто выявляем людей с гепатитом С, и занимаемся, ну, больными с гепатитами Б и С. Так вот, поэтому медики так акцентируют внимание именно на гепатите С, да, именно потому что от него нет прививки. Но сегодня перед эфиром вы мне сообщили радостную новость, что этот гепатит можно излечить. Да, гепатиты Б и С, они опасны еще тем, что они дают хронические формы часто, то есть человек заразился и не поправился, и он остается с хроническим гепатитом. И по гепатиту С у нас есть лечение, препараты, которые позволяют вылечить его насовсем. Это прям, ну, я не побоюсь этого слова, революция в подходе к гепатитам, потому что раньше лечение было долгое, дорогое, очень травматичное для пациентов, ну, плохо переносилось. А сейчас пьешь одну таблеточку в день, два или три месяца, и 97% вероятность, что ты здоров. Юль Георгиевна, среди ваших пациентов, вашего центра, вот имеющих такой диагноз, люди как охотно ли лечиться, доверяют ли способам лечения, или есть те, кому наплевать, и они не желают лечиться? Может, все-таки, как обстоят здесь дела? Ну, те, кто до нас дошли, они, конечно, люди мотивированные, они хотят лечиться. Но, как бы лечение появилось, в рамках ОМС мы лечим, но пока у нас есть некоторые ограничения, то есть в год мы можем пролечить определенное количество людей. Но в любом случае, это не десятки, как было раньше, а уже сотни людей, поэтому, конечно, те пациенты, которые выпали из нашего поля зрения, перестали к нам ходить. Ну, возьмите направление у своего терапевта, запишитесь к нам на прием, придите, мы это все обсудим. Я вот еще хотела спросить о способах инфицирования. Одним из способов заражения гепатитом С является татуировка в сомнительном салоне или косметологическая услуга, или вообще какая-то медицинская услуга без использования стерильных инструментов. Вот на Камчатке такие случаи известны. И вообще, пытались ли вы определить путь, откуда пришел гепатит, допустим, к человеку в наколках или после операции? Ну, знаете, стопроцентно мы, конечно, не можем выяснить, да, или указать пальцем, что вот вы там-то или там-то заразились. Но обычно, когда мы разговариваем с пациентом, мы понимаем, что если у человека точно раньше не было, допустим, и точно сейчас появился, то есть это нужно знать точку отсчета. Он должен знать, что когда-то у него был отрицательный результат на гепатит С. Потому что если такой точки отсчета нет, и мы выявили антитела, гепатит С впервые, то мы уже, ну, не можем сказать, мы говорим, когда-то это с вами случилось. А если вот точка отсчета есть, то тут можно понять, что скорость образования антител где-то в среднем от 2 до 6 месяцев. То есть вот нужно на 6 месяцев назад свою жизнь отмотать и подумать, что за эти 6 месяцев, какие факторы риска в вашей жизни случались. Ну, это можно будет примерно понять, что виноват, например, тату-мастер или нет. То есть такой статистики у меня, конечно, нету определенной. Вот вы сказали про инкубационный период, да, вот 2 недели, 6 месяцев. То есть вот столько времени должно пройти с момента заражения, прежде чем человек вообще заподозрит, что с ним что-то не так? Ну, столько времени обычно проходит до появления антител в крови, гепатиту С. А симптомы у него есть какие-то, кроме антител? Это лабораторные же получается статика. Это лабораторная диагностика, потому что 70-80% случаев – это бессимптомная инфекция. То есть организм успевает с ней справиться, и на уровне макроорганизма мы не видим событий. У некоторого количества людей развивается острый вирусный гепатит С, который может проявляться желтухой, как любой гепатит может проявиться желтухой. Но большинство переносят бессимптомно, могут испытывать слабость, недомогание, но вряд ли кто-то продумает, что это печень. За сколько времени вообще гепатит С, если его не диагностировать, если его не лечить, за сколько он может, извините за выражение, убить печень? Ну, видите, тут всё индивидуально. Я хочу сказать, что есть люди, которые всю жизнь живут и жили с гепатитом. Мы видим таких пациентов, им по 80-90 лет, и всё у них как бы нормально. Но это здесь зависит очень много от взаимоотношений между организмом человека и самим вирусом. Бывает, к сожалению, что вирус, ну, грубо говоря, как сошедший с ума, он попадает в организм человека и начинает молотить. И мы видим в биохимическом анализе крови высокие печёночные пробы, изменённые. То есть видим, что процесс активный, печень разрушается. Ну, в такой ситуации, конечно, можно быстро дойти до цирроза. Ну, в среднем, где-то в районе 30-40 лет печень справляется легко с этим заболеванием. Поэтому у любого инфицированного пациента, который знает о своей болезни сейчас, есть время вылечиться и не дойти до осложнений. А страшное осложнение гепатита С, да, это цирроз. И цирроз в ряде случаев переходит, к сожалению, в рак печени. То есть поэтому мы этой болезнью так много и занимаемся. А вот как выглядит человек с гепатитом С? Можно ли вот визуально определить, что у человека проблемы именно вот такое серьёзное заболевание? Ну, внешне он никак не проявляется. Если желтухи нет, то как вы... Если желтухи нет, то трудно определить. То есть они появляются на людях, да? То есть такой слабости, что человек лежит, не встаёт, нету. Нет, обычные люди, и для многих людей это случайная находка. То есть он сдал кровь, и он приходит в шоке, говорит, как так, почему? То есть ему даже в голову не приходило, что такое может быть. Ну, то есть даже если у нас нету этого гепатита, да, то есть если нас ничто не беспокоит, всё-таки позаботиться о себе необходимо, да, и какие-то меры... Ну, хотя бы так вот знать, у меня нет. Да, я здоров и хорошо. Ну, хотя бы сдать кровь на маркёры вирусных гепатитов можно. Тем более, что троечка вот этих обследований, HBS антигенный гепатит B, антитела гепатиту C, антитела КВИЧ, можно прийти даже к нам в Центр СПИД и сдать. Они по программе, по региональной, бесплатно проводятся. Или любой терапевт может вам провести это обследование по вашему запросу. Ну, и следите за акциями Центра СПИД, дорогие друзья, потому что в ходе выездных акций, когда они на своей машинке стоят возле торговых центров, можно также пройти тестирование и на гепатит C, и на ВИЧ-инфекцию. Ну, и напоследок, Юлия Георгиевна, как всё-таки защититься от гепатита? Ваши рекомендации нашим слушателям? Ну, по гепатиту B рекомендую всем сделать прививку. Ну, и общие меры профилактики. То есть не всё о наших силах. Во многом мы зависим, конечно, от добросовестности человека, с которым контактируем. Да, косметолог, мастер тату, медсестра, которая делает вам какие-то инъекции, врач-стоматолог. Но в целом оценить уровень качества медицинской безопасности мы можем. От нас, от самих, от коллектива многое зависит. То есть чтобы мы смотрели, чтобы всё одноразовое, всё обрабатывается, чтобы человек мог нам показать, что он там стерильное всё это использует. Ну, и выбирать, конечно, половых партнёров, пользоваться презервативом. А если уж вы хотите более близких отношений, ребёночка, ну, проверьтесь, сходите оба. Спасибо большое. Ну, и осталось добавить ещё, уважаемые, есть ещё один гепатит лекарственный, который тоже может изрядно навредить вашей печени, поэтому не употребляйте без контроля медицинские препараты. С вами была Анжела Николюк и врач-инфекционист гипотологического центра Центра СПИД Юлия Коростелёва. Хорошего дня. Спасибо большое за информативную, полезную беседу этим утром. Это была программа «Медкабинет» на Радио Камчатка.